Большое спасибо. Рубрика недавно новая вышла, судьба которой сегодня на стриме будет решаться. Поэтому если кто-то еще не успел посмотреть два ролика, наверное первый и последний, если сегодня все подписчики выберут за то, чтобы новых серий больше не выходило, тогда реально больше новых серий не будет выходить. Я сегодня все объясню, не переживайте. Получи собственный и лицензионный ключ в Майнкрафт по цене в два раза ниже, чем на официальном сайте, в магазине Grosh Store. Ключ отличается тем, что его никто не украдет, а ты первый и единственный владелец игры. А еще у нас есть Optifine плащи, подписки Discord Nitro и Telegram Premium. Переходи по ссылке и забирай все это по специальным новогодним ценам. Может реально сначала разобраться с этой рубрикой, чтобы люди до конца стрима голосовали, потому что я честно, я не знаю продолжать ее или нет. Пару дней назад я столкнулся с огромным количеством хейта в эту рубрику, какого-то неадекватного хейта. Поэтому я принял решение, что если подписчиков все же больше, чем хейтеров, то они как бы проголосуют. От тебя зависит, будет выходить эта рубрика дальше или нет. Давай я тебе еще раз быстренько покажу, если кто-то вдруг не знал, что за рубрика, когда она выходила, и что она из себя представляет. Новая рубрика, это буквально пару минут. Новая рубрика, которая вышла на канале пару дней назад. Вот это вот, один блоки. Я до сих пор не поменял название, у меня там ошибка, один блоки. И оно до сих пор стоит один блоки. Два видоса в этой рубрике. Каждый раз, когда я выкладывал новый видос из этой рубрики в свой Telegram канал, там какой-то трындец творился. Я не знаю, то ли в Telegram канале 30% всех моих подписчиков, это просто какие-то хейтеры, которым некуда выливать вот эту вот свою токсичность. Они заходят и аптекивают просто все вокруг, что происходит в Telegram. Каждый раз, когда выходит что-то, какой-то ролик, каждый раз, когда выходит какая-то новая рубрика, они такие, фу, позор! Это худшая рубрика! Там даже человек писал, я выкладывал в Telegram канале, сейчас я тебе покажу. Я сейчас прочитаю, если я найду вот это вот. Я сейчас прочитаю. Вышла вот эта вторая серия, вышла вторая серия новой рубрики. Знаешь, что написал человек по поводу вот этой вот серии? Знаешь, что он написал? Эд, ты сделал очень плохую рубрику. Мне не понравилось. Поэтому выпускай еще одну серию. Я думаю, она будет лучшей и интересной. Мне нравятся такие видео. Ты читаешь комментарии, вот такие комментарии подписчиков, которые пишут, ты сделал очень плохую рубрику, мне вообще не понравилось. Поэтому продолжаю выпускать такие ролики, мне они очень нравятся. И ты читаешь и просто не вдупляешь. А что человек хотел сказать этим? Просто потом говорят, фу, позор, позорный, а не рубрика. Это же почти как один блок в океане, только один блок в космосе. Мистер Очевидность, так если эта рубрика называется «Один блок в океане, это один блок в космосе», то, наверное, реально они тогда похожи. Только они отличаются тем, что здесь были приключения в океане, а здесь второй сезон, новая рубрика «Перезапуск уже в космосе». Полностью все другое. И схоже здесь только то, что мы там выживаем в хардкоре, и что мы здесь выживаем в хардкоре. После того, в первой серии люди писали, фу, рубрика «Какашка, вообще его смотреть не буду». Я сделал пост в Телеграме, то, что, мол, ребята, это начало серии. Когда что-то новое, это начало рубрики. Когда что-то новое выходит, вы всегда плохо к этому относитесь. Фу, вас сначала и маньяк не устраивал. Вас сначала и выживание не устраивал. Вас сначала вообще ничего не устраивал. А потом на 10, 20, 30 серии вы такие «О май гад, это лучшая рубрика на планете». Поэтому я сказал в своем Телеграме, ну дайте хотя бы выйти 5, 6, 7 серий. Вы уже сможете оценить, что это за рубрика, и после этого сделать вывод. Ну нафиг. Выходит, вторая серия, ее засирают. Просто фу, я даже смотреть не буду, потому что я знаю, что серия «Какашка». Так как ты ее не смотришь, но уже знаешь, что серия «Какашка». Вот я и сделал вывод, что если вы нифига нового не хотите, я тогда до конца жизни буду записывать, где он. Амонка, с которому уже 2 или 3 года, нифига нового не буду выпускать. Буду снайперов выпускать до конца жизни. И больше ничего. Но я хочу что-то новое выпускать. «Маньяк» тоже на канале появился всего лишь в июле. То есть «Маньяку» 5-6 месяцев. Это новая рубрика. Подобной рубрики за 10 лет существования моего канала даже не было. Вначале она никому не нравилась. Сейчас это моя на данный момент самая любимая рубрика. Если все же подписчиков у меня нормальных, хороших, адекватных больше, чем хейтеров, до конца этого стрима я делаю опрос в Телеграме. И там мы решим, если будет 51% за то, чтобы не продолжать эту рубрику, я ее закрою раз и навсегда и больше не буду продолжать. Если реально, у меня нафиг в этом Телеграме хейтеров больше, чем нормальных подписчиков. Но если будет 51% за то, что вы дадите шанс, то, что вы пересмотрите эти две серии нормально от начала до конца, за то, что вы дадите шанс еще на следующие серии, которые будут выходить, вы их посмотрите, оцените и потом решите, есть смысл продолжать смотреть эти ролики или нет. Вот тогда, если будет 51%, я продолжу записывать эту рубрику. Поэтому прямо сейчас, нифига себе, как я придумал хорошо, стрим, на котором я выясню, кого у меня больше. Подписчиков нормальных или все же хейтеров. Как бы я не расстроюсь даже, если хейтеров больше. Это даже очень хорошо. Потом объясню почему. Сделал опрос, и я даже не буду голосовать. Ну, в смысле, я не буду смотреть результаты. До конца этого стрима от тебя зависит, что произойдет с этой рубрикой. Если все же в моем Телеграм-канале хейтеров... Если все же в моем Телеграм-канале хейтеров больше, чем подписчиков, уже проголосовало 18 человек и 1000 комментариев. Если все же вот в этом Телеграм-канале хейтеров больше, чем подписчиков... Рубрики больше не будет, я в этой жизни нифига больше записывать не буду. И вообще нафиг делайте, что хотите Если у меня спустя 10 лет хейтеров появилось больше, чем этих, чем подписчиков